Итак, сегодня у нас второй полноценный день нашего отпуска в Коктебеле. И сейчас мы идем... Куда мы идем? Мы сами не знаем, куда мы идем. Мы хотим попасть, ну не на саму гору Волошина, хотя бы к той тропинке, которая туда ведет. И подняться, сколько у нас хватит сил. Вот, сколько у нас хватит сил. Взяли с собой квадрокоптер. Что я хочу? Я хочу поснимать на квадрокоптер. Хочу поснимать и в хорошем качестве, и не в очень хорошем качестве, чтобы хоть немножко выложить вам сегодня этот полет. А то, что в хорошем качестве буду снимать, потом уже смонтирую, может быть, большой ролик дома на Sony Vegas. Несколько там полетов смонтирую с музыкой. А сегодня... В общем, посмотрим, что получится. Мы еще не знаем, куда идти. Будем спрашивать. Вот, проходим сейчас мимо аквапарка. Здесь аквапарк есть. Говорят, он очень хороший для детей. Мы туда не пойдем. Мы все-таки лучше в море будем купаться, чем там. Вот, идем дальше. Итак, немножко поплутав, даже чуть-чуть запыхавшись, пройдя мимо нудистов. Тут нудистский пляж есть настоящий. Лежат такие. Загорают, купаются. Вот, вроде мы идем уже туда, куда хотели. Сейчас покажу. Вот она. Тут должна быть совсем рядом уже тропиночка, которая ведет в горы. В горы идем сегодня. В горы. Ну и вот цель нашего пути. Начало этой тропинки. Блин, довольно-таки крутой сразу подъем. Ну, виды здесь, виды здесь шикарные. Сейчас покажу. Вот, еще даже никуда не поднимались. Стоим на набережной. Весь октябрь практически как на ладони. А сейчас наверх поднимемся. Ух, первый привал. Чуть-чуть только поднялись. А смотрите уже какой вид. Не, камера не передает всего это масштаба. Ну вот, думаю, выше мы не пойдем. Нам, в принципе, вполне достаточно. Здесь ровная площадочка. Можно запустить квадрик и полетать. Не знаю, что у меня получится над Коктебелем. Ну, хотя бы надо крайно его. Так, Рита стелит коврик, а я снимаю ее. Это не дело. Надо идти помогать. Пойте помогать. Ну вот, первый полет квадрокоптера Мавика. В Коктебеле мною совершен. Отлично он полетал. Вернулся. Два раза я летал. Первый раз я снял для вас сегодня. А второй раз снял. Ну, первый раз в таком. Ну, в общем, в 720, а потом снял вот и в 4К. Это в 4К буду обрабатывать дома. Ветер здесь не очень сильный, но есть. Но квадрокоптер справился. И что хочу сказать. Я скачал карту Крыма в программу DJI GO 4. Поэтому он у меня вернулся без всяких проблем. Ребята, когда едете куда-нибудь в другое место снимать на квадрокоптере, обязательно скачивайте. Это называется скачать карту офлайн. Есть такая функция в программе DJI GO. Вот. Я скачал карту Крыма. Она спокойно у меня установилась. Вот. И да, я откалибровал компас по-новому. Компас откалибровался сразу, моментально. В общем, я очень доволен. Может быть даже... Ну да, я снимал в 720. Должно получиться небольшой такой кусочек в сегодняшнем ролике. Ну, в смысле, может быть не в этом ролике, а может быть просто я не могу их склеивать. Может, выпущу этот ролик и сразу же за ним полет выложу на YouTube. И ссылочку дам, там посмотрите. Вот, все. Все, мы сейчас идем домой, наверное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok